так друзья всем привет в этом ролике покажу вам как сделать монолитную плиту своими руками и сколько это стоило поехали немножко истории для начала у меня была мастерская 5 на 6 метров ну и настало время ее заменить увеличить немножко площади сделать повыше потолки да и сам гараж мастерскую сделать посовременней для этого разобрали старый гараж он стоял на винтовых сваях демонтировали также свои и заказали трактор как разбирали мастерскую у меня есть телеграме много разных видосов поэтому переходите подписывайтесь всем рекомендую и так на участке у меня уклон поэтому трактором срезали часть грунта и стали копать небольшой котлован аренда трактора у нас по области по суточно одна смена 22 тысячи рублей по факту вышло больше потому что трактор еще задерживался на два часа вышло где-то 27 когда мы сняли плодородный слой и выровняли пятно застройки на грунт был уложен геотекстиль и заказали песок так друзья ну что давайте небольшой отчет трактор там что-то задумал а колеса чистят в траве у нас получается котлован засыпан песком сначала первые 18 кубов кинуты протрамбованы трактором потом виброплитой сейчас кинуты еще 18 кубов песка протрамбованы трактором вот такая плита он не чуть оставил специально под подсыпку под опалубку еще надо водой все это дело залить какой-нибудь распылитель поставить центр пройтись плитой тут также немножко выровняли но это мы еще планируем засыпать потом щебнем и вся земля вся земля ушла туда у нас теперь чуть-чуть поднялся уровень стала поровнее есть конечно клеи клеи это все выровняться ничего страшного но зато у нас вот такая площадище подъем на тут был такой уклон если кто обратил внимание помнит то теперь у нас более-менее все красиво и ровненько вообще песка в общем объеме ушло порядка 45 кубов мы потом еще зелок даже докупали чтобы подровнять площадку песок отсыпали проливали водичкой трамбовали сначала трактором а потом виброплитой далее была закупка материала доска у меня уже была в наличии я ее покупал заранее там больше 15 кубов на все свои постройки поэтому применяли сухую строганую доску для опалубки в дальнейшем она же пойдет на каркас всей постройки далее для утепления плиты была закуплена целая большая машина пеноплекс фундамент это высокоэффективный теплоэдиционный материал повышенной прочности такие плиты рекомендуется применять в конструкциях под нагрузкой фундаменты там теплые полы под стяжку цоколей садовых дорожек эксплуатируемых кровель у материала низкая теплопроводность нулевое водопоглощение а самое главное высокая прочность нажатия также была закуплена арматура обычно под такие плиты берут арматуру толщиной 12 миллиметров но у нас техническое здание ну и я чуть-чуть решил сэкономить потому что двенашка поблизости не было а вести издалека кусалась доставка и в итоге я взял арматуру 10 миллиметров общий вес составил полторы тонны по деньгам вышло где-то около семидесяти тысяч рублей с доставкой после того как выровняли площадку и тщательно утрамбовали начали собирать опалубку сначала выставили все диагонали по периметру отбили углы и получили ровный прямоугольник 8 на 8 высота опалубки тут 30 сантиметров но по плану высота плиты будет 25 где 5 сантиметров утепления пеноплексом и 20 сантиметров бетон собрав и закрепив периметр доску закрыли пленкой чтобы ее не испортить не измазать и легче отходила от бетона и начали раскладывать пеноплекс раскладывая плиты дополнительно швы проклеивали на клей пену знакомые строители говорили что можно было в типа подушка из песка которая у меня 40 сантиметров стало 30 это перебор можно было сделать 20 арматуру можно было уложить в один ряд можно было не утеплять короче советчиков как всегда было много по периметру пеноплекс также тщательно пропинили так как он не пропускает влагу дополнительные его не укрывали пленкой сам материал вообще отлично применяется загородном строительстве кто с таким материалом не знаком то под роликом оставлю ссылку для ознакомления разложив пеноплекс принялись за укладку арматуры первый ряд арматуры вдоль и поперек укладывали с ячейка 15 на 15 его в дальнейшем поднимем на стаканы 4 сантиметра от пеноплекса прежде чем укладывать второй ряд арматуры сначала сварили из этой же арматуры продольные проставки или подставки то есть два куска арматуры и маленькие картыши по 10 сантиметров у нас получилось что-то вроде такой небольшой стеночки высотой 10 сантиметров они были приварены вертикально и на них уже укладывался второй ряд арматуры саму арматуру связывали обычной вязальной проволокой с помощью крючка коммуникации я никакие не закладывал так как все закладные трубы шли вдоль стен они у меня в траншеях под землей там закладные 32 также я не стал сразу делать отмостку и утеплять соколь потому что бюджет ограничен все это сделаем потом сначала нам важно до зимы уйти под крышу чтоб можно было продолжать работать сделав всю необходимую подготовку заказали бетон вышло у меня почти два миксера бетон м300 общая кубатура 16 кубов цена у нас по области кстати 6 500 закуп не знаю у кого как но у нас вот так залили бетон без всяких проблем я еще в интернете насмотрелся как рвет опалубку поэтому заранее увеличил ряд кольев и крепил все на желтые саморезы 6 на 90 ушло тут наверное целое ведро но как говорится лучше перестраховаться чем потом собирать лопатой бетон или вовсе до заказывать на следующий день уже спокойно аккуратно ходил по плите и тщательно проливал водой у нас стояла жара почти 30 градусов поэтому почти каждые два часа в течение трех дней обливал плиту чтобы бетон схватился максимально жестко что могу сказать по ценам на плиту 8 на 8 толщиной 20 сантиметров бетон 5 сантиметров утепления и 30 сантиметров подушка песка которая уже утрамбована арматура 10 миллиметров полтора километра плюс сам бетон два миксера ну и плюс я взял ребят на приемку бетона надо было платить им за работу у меня вышло почти 400 тысяч рублей за метр квадратный где-то это около 6000 рублей чуть чуть побольше дорого это или дешево судите сами много какой работы делал сам кто-то нанимает людей делает все под ключ поэтому тут уже надо отталкиваться от того что имеем возможно я где-то перестраховался где-то переборщил потому что советчиков как и сказал было много кто-то кричал что и 10 сантиметров бетона хватит и 1 ряда арматура хватит и песка в половину можно было взять дешевле и опалубку можно было сделать из обрезков из osb и так далее но я сделал так как считал нужным где-то чуть убавил где-то добавил зато получил надежную хорошую плиту с которой я могу в дальнейшем работать поэтому друзья в следующем видеоролике мы будем укладывать нижний лежень делать гидроизоляцию красить плиту гидроизолировать поднимать стены поэтому кто хочет узнать что мы уже построили то переходите в телеграм-канал так как он обгоняет на целый месяц а может даже еще больше поэтому спасибо вам за просмотр пишите ваши комменты пишите замечания возможно недочеты перебор недобор вообще интересно ваши мысли потому что кто-то возможно заливает уже десятую плиту мне будет любопытно да и всем будет полезно возможно что-то сделал не так ну и вам я желаю хорошего настроения всем спасибо за просмотр поставьте лайк поддержите видео и комментарием мне будет приятно а вам еще раз спасибо и всем пока пока но и так же не забывайте подписываться на мой канал о стройке сделай сам ведь именно там будет вся серия о постройке мастерской 8 на 8 все полезные ссылки есть в описании всем пока пока